Ну что, господа, наши любимые телезрители, также любимый конкурент. Вы, наверное, привыкли, что в начале каждого репортажа я немножко делаю такое лирическое отступление. Вот сегодня будет репортаж и об автомобиле, и о стабильности. Что с моей точки зрения стабильность? Стабильность – это длительная и постоянная работа на благо горожан, между прочим. Но некоторые автомобильные компании, знаете ли, они очень нестабильны. И к таким мы отнесем, ну, в смысле, работают со средствами массовой информации, серебряный саквояж, пожалуйста, группу фирм «Авторитет». Это к чему я? Да к тому, что нас за глаза частей капкакивают. А ну, тем не менее, у нас есть свой рынок, и своими стабильными клиентами ни с кем делиться не будем. И к таким клиентам мы отнесем Japan Car, разумеется. И вот Japan Car стабильно возит очень хорошие и качественные автомобили. И иногда, конечно, это не всегда дешево, но это в любом случае того стоит. Так вот, последний из вариантов, и мы обязательно вам его покажем, приедет из Японии с пробегом 7000 километров. Ничего так, нормально, да? Но сегодня мы едем примерно на таком же автомобиле, с пробегом гораздо большим, скажем так, 15 тысяч километров. Так вот, это машина 2002 года выпуска. Toyota Увальц. Эксплуатация она была с 2004-го. Откуда такой маленький пробег? Есть такие машины в Японии, и вот именно на такие машины охоту открыла Japan Car. Мы не стали возить автомобили с так называемой зеленки, хотя когда-нибудь мы вам покажем, какие там машинки ездят. Но специфика другая. Нельзя же лицо в грязь попадать. Тем более в таком автомобиле. Что за машина? Ну, машина эта собирается в Соединенных Штатах Америки, точнее, в Канаде. И она имеет обозначение Pontiac Vibe. А этот оригинальный автомобиль имеет американский дизайн. Потому как в Toyota Matrix, так как и в Toyota Valls, очень красиво выполнены не вот эти симметричные колодцы. Здесь асимметрия, но асимметрия очень красивая. Что еще здесь есть? Здесь есть двигатель объемом в 1,8 литра. И здесь есть полный привод. И все это за символическую сумму в 450 тысяч рублей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok